Коллегии, добрый день! Я рада вас всех приветствовать. Потихонечку присоединились к нам. У нас сегодня на самом деле интересная очень получилась тема. Она, с одной стороны, очевидная, а с другой стороны, и простая, как бы, да, ну, не ест пациента, не ест. Но, с другой стороны, получилось, я надеюсь, что у меня получилось посмотреть на эту проблему немножечко с другой стороны. Изначально была заявлена тема об изменении видоспецифичного питания собак, именно изменение пищевого поведения. Но в ходе подготовки к теме, к нашему семинару сегодняшнему, я перерыл такое количество материала и начала, наверное, с того, что первое, что сделаю, это порекомендую вам, прежде чем мы с вами будем разбирать, я думаю, что все-таки в следующем вебинаре именно видоспецифичное поведение, пищевое поведение псовых, это уже ближе к поведению, к этологии, кто-то любит зоопсихологию, но все-таки это этология. Я вам очень рекомендую, очень рекомендую, она будет вам полезна. Это не реклама, сразу говорю, не реклама, но это один из фундаментальных трудов, который я рекомендую изучить, прежде чем, давайте так, в период изучения поведения собак. В период изучения поведения собак. Покажу, больше показывать не буду, чтобы организаторы не сочли, что реклама. Это труд, это книга Ясона Бадридзе по изучению волков, по изучению волков в их естественной среде, в их естественной природе. И уже там мы с вами, изучив базу, мы уже с вами сможем гораздо свободнее общаться именно про изменение самого пищевого поведения, и вообще изменение поведения собак. Такое краткое вступление. Сегодня, тем не менее, мы с вами говорим про аппетит, про отказ от еды, что такое аппетит. И прежде чем мы с вами приступим, поставьте, пожалуйста, плюсики, крестики, кто у нас, все ли слышно ли, хорошо ли, видно ли. И сегодня мы с вами поговорим именно о пациентах ветклиник, как ветврачей, то есть в разрезе ветеринарной медицины. Ну и кое-где, конечно же, коснемся непосредственно поведения с тем, что мы с вами сталкиваемся на приеме, но не всегда можем, ну просто в суматохе, да, в рутине, не всегда можем отследить и оценить правильно, оценить правильно, адекватно в общем потоке пациентов. Юлия, добрый день, рада приветствовать, приходите, приходите. Я надеюсь, что сегодня скучно не будет никому, и мы с вами сегодня пройдемся по самым таким поросчикотливым моментам. Конечно же, теорию постараюсь поменьше, но мы с вами обсудим те моменты, с которыми сталкиваемся мы в практике, да, с практикующими ветеринарными врачами, если среди наших слушателей будут и владельцы, или заводчики, тоже очень хорошо, потому что есть моменты, на которые им тоже следует обращать внимание. Мы сегодня с вами говорим не только про собак, но и про кошек. Для тех, кто к нам присоединяется, я еще раз повторю о том, что именно изменение видоспецифичного поведения собак с точки зрения соупсихологии и тологии мы с вами рассмотрим в другой раз. Но сегодня поговорим об отказе от корма именно клинических, именно пациентов ветеринарной клиники на приеме ветеринарного врача. Но, поверьте, тоже все очень неоднозначно получилось. Итак, мы с вами приступаем. К нам еще будут потихонечку подключаться, но мы с вами начинаем, чтобы не упустить ничего самого интересного. Итак, приходит к нам с вами пациент, со словами, точнее владельца, да, со словами, он совсем ничего не ест. Мы с вами смотрим на пациента, и что же мы видим, что же мы видим, что же мы думаем, и что уже мы можем с вами очень быстро-быстро анализировать. При словах владельца он совсем ничего не ест, то есть он не кушает, нет аппетита. Мы с вами определимся, во-первых, с терминами, да, прежде чем говорить о каких-то событиях, нужно договориться о каком-то общем одном языке на одних терминах, общих правилах, да, для того, чтобы у нас с вами было взаимопонимание. Немного поговорим о физиологии, почему, что такое голод, как он, как он появляется, да, что такое аппетит, и отсюда уже будем дальше выстраивать нашу цепочку событий. Мы поговорим о том, что же такое голод на самом деле в точке зрения физиологии, и где могла случиться поломка. Почему? Почему пациент не ест? Он совсем ничего не ест. И есть еще одно замечательное заклинание, вы все его, я уверена, знаете, мы сегодня его продемонстрируем, и всегда ли все очевидно. И поговорим о том, как мы можем убить нашего пациента нашими благими намерениями, попытками его накормить. Это тоже очень важно, и я надеюсь, что будет интересно. Итак, прежде чем мы с вами будем говорить о сложных процессах голода, физиологии, кормления, попытайтесь сами даже для себя, а на самом деле для нас, для всех, ответить на вопрос, всегда ли аппетит равно голод? Всегда ли равны эти два понятия? Всегда ли равны? Задумайтесь, зафиксируйте эту мысль, и мы с вами начинаем изучать и посмотрим, всегда ли эти понятия одинаковы. Здесь фотографии части, не скрою, есть и с интернета, и есть мои пациенты, которые были на приеме, и сейчас с ними все хорошо. Термины. Самое, наверное, скучное, но без этого, к сожалению, никуда не обойтись. То есть правила, на которых мы с вами договариваемся, и под которые мы с вами уже подразумеваем определенные понятия. Итак, аппетит. Что же это такое? От латинского «appetitus» – стремление, желание. То есть это ощущение, связанное с потребностью, с потребностью в пище. Это может быть потребность в чем-то ином, но мы сегодня с вами говорим именно об аппетите. Связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ. С чем он связан? С чем он связан? Он связан с деятельностью пищевого центра и, не побоюсь этого повторяться, с его отделами в гипоталамусе и коре больших полушарий головного мозга. Аппетит. Это ощущение, связанное с потребностью. Голод. Голод – это физиологическое состояние, которое служит выражением потребности организма в питательных веществах. Если среди вас есть врачи, работающие в стационаре, в АРИД, анестезиологи, АРИД, я думаю, что вы очень быстро догадаетесь, к чему я клоню. Врачи общей практики и вообще любых специализаций, просто коллеги. Здесь как раз ключик, на основании которого мы с вами найдем ответы для нашей с вами загадки. Всегда ли аппетит – это голод? Снова наши любимые термины – дисрексия. Перексия – что это? Нарушение проявлений аппетита. Гиперексия, снижение аппетита. Пишем в анамнезе, в картах, снижение аппетита. Анорексия – отсутствие аппетита. Гиперексия – усиленный аппетит. Булимия – бычи или волчеголы – это парарексия, извращенный аппетит. Я уверена, что большинству из вас знакомы последствия парарексии, которые очень часто проявляются у собак. По крайней мере, оно является по моему опыту, по моим предположениям, это мой опыт, может быть, у вас есть свой взгляд, поделитесь, пожалуйста, своей практикой, именно компенсации активности, компенсации нереализованных потребностей собаки в чем-либо, в общении, в привлечении внимания, в движении, в активности. В моем опыте чаще всего, кто этим страдает, именно поеданием несъедобных предметов, если это молодые здоровые животные, то это либо щенки, но там отсутствие опыта, либо это взрослые собаки, из моих пациентов, рассказываю про своих, в которых есть склонность к поеданию народа. У меня есть доберман, который постоянно ест перчатки, на этой фотографии это кламбер-спаниель, которого развелась со временем потребность, он постоянно поедал какие-то тряпки, все, чтобы было не приколочено в доме тряпочного. То есть, постоянно, постоянная потребность что-то съедать. Это целый комплекс. Я бы назвала это симптомом комплекса. Можно ли это говорить нарушением поведения? Скорее всего, нет, потому что надо разбираться в первопричинах. Гормональная нервная регуляция голода и пищевого поведения. Что это такое? Пищевой центр – это сложный комплекс структур, включающий гипоталамма, лимбико-ретикулярно-кортикальное отделы. Сложный для выговаривания, но достаточно простой для понимания. Основными функциями пищевого центра является формирование того самого пищевого поведения, регуляция и функциональная интеграция органов. То есть, органы, которые участвуют в пищеварении, начинают потихонечку включаться. Именно органы пищеварительной системы. Ведущим отделом пищевого центра распространяется активация всего пищевого центра, являются латеральные ядры гипоталамуса. То есть, от них отходит сигнал дальше, 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 и раздражение этих ядер приводит к усиленному потреблению пищи, а разрушение – к отказу от пищи. То есть, это было исследование, проведенное на крысах, и ядра гипоталамуса называются центром голода. То есть, в лабораторных условиях, разрушив центр голода, мы можем добиться того, что животное перестает проявлять интерес к пище и полностью отказывается от нее. Почему? Я включила здесь этот слайд. У меня на практике была той терьер, той терьер с очень долго длящимся отказом от пищи. Она была вся диагностирована полностью, собака, у нее были небольшие совсем возрастные изменения по анализам крови, и хозяева очень долго была кахексия страшная, и собака не ела практически ничего. Ну, то есть, совсем. Достаточно долгое время владельцы отказывались от постановки эзофагостомы по всяким разным причинам, и в итоге, когда собака погибла, когда собаке погибло, и было сделано полное вскрытие, была найдена опухоль. Опухоль как раз в области того самого центра голода. То есть, если бы, возможно бы, мы раньше бы догадались сделать МРТ или КТ, возможно, прогнозы были бы другие. Но опыт – это опыт, и теперь мы понимаем, что если у нас пациент не ест и вообще ничего не помогает, возможно, имеет смысл обратиться к неврологу для того, чтобы оценить изменения именно в головном мозге. Итак, регуляция аппетита. Что же происходит? Снижение уровня глюкозы, запускается пищевое поведение, активация симпало-адреналовой системы и выброс либеринов. То есть, выброс гормонов, которые как раз и запускают тот центр и поиска пищи, и уже принятие пищи. Животное испытывает, и мы с вами испытываем аппетит. Кушаем, и что происходит? Всё происходит сразу же. Мы с вами кушаем, снижается секреция инсулина, не в момент кушания, а до того, как мы покушали, и повышается уровень глюкозы в крови. Всё. Это как раз чувство насыщения. То есть, как только уровень глюкозы падает, запускается первые минуту, запускается, попробую справиться с указкой, ага, запускается первый каскад физиологических реакций на поиск пищи, поедание, принятие, запускаются процессы пищеварения, да, и дальше уже у нас с вами потихонечку уровень глюкозы восстанавливается, повышается, и мы испытываем чувство насыщения.